Писатель Валентин Распутин скончался в Москве книги «Культура». 12.7.15.2015 года «Прощание с матерым» Писатель Валентин Распутин скончался в Москве. Валентин Распутин не дожил до своего 78-летия нескольких часов. С его уходом русская литература лишилась одного из самых ярких представителей так называемой деревенской прозы. Он родился 15 марта 1937 года в поселке Устью до Восточно-Сибирской области в крестьянской семье. Все детства будущий писатель провел в деревне Аталанка, которая впоследствии попала в зону затопления братской ГЭС. Окончив местную начальную школу, был вынужден один уехать за 50 километров от дома, туда, где находилась средняя школа. Об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ уроки французского. 1973, по которому режиссер Евгений Ташков снял одноименный фильм в 1978 году. После школы Валентин Григорьевич поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и тогда же стал внештатным корреспондентом молодежной газеты. Первый очерк «Я забыл спросить» у Лешки был опубликован в Альманахе Ангара в 1961 году. На Читинском семинаре молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока, 1965, отметили талант начинающего литератора, и он был рекомендован в Союз писателей СССР. Первая книга рассказов и очерков «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 году. Большой успех у читателей получила повесть писателя «Деньги для Марии». Критика того времени отмечала переход Распутина от таежной романтики и поэтизации сильных характеров в их таинственном единстве с природой к глубокому психологизму, который будет затем сопутствовать всему дальнейшему творчеству автора. Распутин начинает испытывать своих героев, подвергая их в каждой повести проверки деньгами, верностью дому и стране, отношением к миру и природе. Повесть «Последний срок», 1970, принесла Распутину всесоюзную известность. С начала 1970-х его повести и рассказы выходят в многочисленных издательствах страны, переводятся на языки всех республик, выходят во многих европейских странах, в Японии и США. В 1977-е за повесть «Живи и помни писателю» присуждается государственная премия СССР. Спустя 10 лет та же премия присуждена еще раз за повесть «Пожар». С 1985-го года он член правления Союза писателей СССР, с 1994-го – сопредседатель правления Союза писателей России. Валентин Распутин, Виталий Рогали и Евгений Евтушенко сам Распутин считал одной из главных своих книг «Последний срок». Ее перевели на многие языки мира, поставили в театре. И это, безусловно, одно из лучших произведений писателя. Но настоящим прорывом в биографии автора стал выход повести «Прощание с матерой» 1976. Валентин Распутин поднял одну из самых актуальных экологических проблем на планете. История крошечной деревеньки матеры бросает взорвавшемуся от мнимого величия человечеству вызов, сигналя об опасности. Писатель предупреждает, что цивилизация может потерять себя в борьбе за технический прогресс. Звучащие уже в последнем сроке темы расставания с поколениями людей, живших и трудившихся на Земле, «Прощание с матерью-прародительницей», с миром праведников трансформируется в сюжете «Прощание с матеров» в миф о гибели крестьянского мира. На поверхности сюжета – история затопления расположенного на острове сибирского села матеры волнами рукотворного моря. В противоположность острову из «Живи и помни», остров матера, материк, твердь, суша, постепенно уходящие на глазах читателей повести под воду, символ земли обетованной, последнее пристанище тех, кто живет по совести, в согласии с природой. Доживающие свои последние дни старухи во главе с праведницей Дарьей отказываются переселяться в новый поселок, новый мир, и остаются до смертного часа охранять свои святыни, крестьянское кладбище с крестами и царственный листвень, языческое древо жизни. В финале повести «На острове» остается только мифический хозяин острова, отчаянный крик которого, звучащий в мертвой пустоте, завершает повествование. В 1980-е и 1990-е Распутин много работает в жанре публицистики, пишет очерки размышления о судьбе Сибири. Его книга «Сибирь. Сибирь. 1991», иллюстрированная с ним камер-кутянина Бориса Дмитриева, стала библиографической редкостью. В этот период Распутин ведет активную общественную деятельность, он избирается депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва, становится советником в президентском совете при МС Горбачеве. Писатель, член редколлегии многих газет и журналов, входят в руководящие органы разного рода общественных движений, инициатор и вдохновитель проведения в Иркутске ежегодных дней русской духовности и культуры сияния России. Вот что пишет знаменитый деревенщик в очерке о подлинном патриотизме. Напомню сейчас, что патриотизм – не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, родение за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Точка. Без Родины он духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Точка. От речей на политическом митинге, даже самых правильных, это чувство не может быть прочным, а вот от народной песни, от Пушкина и Тючева, Достоевского и Шмелевой в засушенной душе способны появиться благодатно-благодарные ростки. Родина прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа. В повести «Пожар» 1985, Распутин вновь обращается к теме гибели общинного мира, на сей раз не в воде, а в огне. Пожаре, охватившем торговые склады лес Промхозовского поселка, символически возникшего на месте затопленной деревни. Вместо того, чтобы совместно бороться с бедой, люди поодиночке, состязаясь друг с другом, растаскивают выхваченное из огня добро. Главный герой повести шофер Иван Петрович, с точки зрения которого описывается происходящее на горящих складах, уже не прежний раз путинский герой-праведник. Он находится в неизбывном конфликте с самим собой. Ищет и не может найти простоту смысла жизни. Соответственно, усложняется и дисгармонизируется авторское видение мира. Отсюда, эстетическая двойственность стиля пожара, в котором запечатленный во всех подробностях образ горящих складов, соседствует с аллегорическими обобщениями и публицистическими зарисовками быта Респромхоза. Эти же публицистические интонации становятся все более ощутимы в прозе Распутина второй половины 1980-х, 1990-х годов. А леповато-лубочное изображение в рассказах «Видение», «Вечером», «Нежданно-негаданно», «Новая профессия», нацелена на прямолинейное и почти агрессивное обличение происходящих в России перемен. Вместе с тем в лучших из них, таких как «Нежданно-негаданно», «История городской девочки» по бирушке Кати, подброшенной в деревню сквозному персонажу последних распутинских рассказов Сени Познякову, сохраняются следы былого стиля Распутина, тонко чувствующего природу, продолжающего разгадывать тайну человеческого бытия, всматриваясь туда, где лежит продолжение земного пути. Из доклада писателя о будущем России кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали, гробы поднялись бы с таймя и двинулись на защиту своей земли. Такого еще не бывало, но может быть. Я верю, мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тысяча лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. Наше богатство – слишком лакомый кусок. Век телевидения и творчества писателя часто узнают по экранизациям, и Валентину Григорьевичу в этом смысле повезло. Помимо замечательных уроков французского Ташкова, еще раньше, в 1969-м, по рассказу Распутина и в соавторстве с ним, Динара Асанова сняла свою дипломную короткометражку «Рудольфия» с Юрием Визбором. А спустя 30 лет после выхода «Живи и помни», в 1978-м, Александр Прошкин создал по книге фильм с Анной Михалковой и Сергеем Маковецким. Правда, экранизация одной из главных повестей Распутина «Прощанию с матерой» сопутствовала трагедия, мистически перекликающаяся с сюжетом произведения. Выдающийся режиссер Лариса Шепетко готовит сценарий фильма «Матера». Съемки должны были проходить на озере Селигер, но в начале июня в 1979-го Шепетко и ее съемочная группа погибли в автокатастрофе по пути следования на место. Работу над фильмом завершил муж Ларисы, режиссер Элем Климов, назвавший картину «Прощание» 1981. В жизни самого Распутина в последние года также случилось немало трагедий, подточивших его здоровье. Дочь Мария Распутина, музыковед, органист, преподаватель Московской консерватории, погибла в авиакатастрофе 9 июля 2006 года в Иркутске, а три года назад скончалась супруга. Утраты тяжело сказались на его состоянии. Минувшей ночью Валентин Распутин скончался в московской больнице после четырех дней кома. Сегодня ему бы исполнилось 78 лет. Игорь Игрицкий Субтитры создавал DimaTorzok